Ответ на вопрос, сколь серьезным могло быть российское вмешательство в президентские выборы, сенаторы искали вместе со специалистами из хай-тек-компании, а также исследователями из общественных организаций. Задача максимум, говорят в Комитете по разведке, не допустить внешнего влияния на американцев в преддверии промежуточных выборов. Они пройдут в ноябре. Открывая слушание, сенаторы вновь напомнили, механизмы соцсетей не стоит недооценивать. Во-первых, это эффективно. Во-вторых, это дешево. За какие-то копейки они могут погрузить в хаос наше общество и наши выборы. Меня беспокоит, что даже после 18 месяцев изучения проблемы мы лишь едва увидели поверхностный слой информационной войны, которую ведет Россия. Не раз в ходе сенатских слушаний речь шла о российском агентстве интернет-исследований. Расположенная в Петербурге организация, которую еще называют фабрикой троллей, работала и после президентских выборов. С помощью тысяч фейковых аккаунтов сотрудники агентства размещали политические публикации, общую аудиторию которых, оценить сегодня эксперты, затруднились. Недаля как вчера, Фейсбук заблокировал 32 подозрительные страницы, которые, вероятно, могли использовать для влияния на общественные процессы. Меня это не удивляет. Россия неустанно пытается подорвать веру общества в наши социальные и политические институты. Они атаковали западные демократии по всему миру. И мы должны научиться не только определять такую угрозу, но и противодействовать ей. Само руководство Фейсбук, впрочем, напрямую не связывает вчерашние блокировки с активностью именно российских троллей. О санкциях, как о методе воздействия на Москву, сегодня сенаторы не говорили. Эксперты все же не исключают, что новые ограничительные меры будут введены. Я думаю, что это вполне вероятно. Мне кажется, вообще сейчас любой предлог абсолютно годится для введения санкций. Просто есть настроение ужесточить санкции. Сейчас абсолютно любое обстоятельство, любой повод будет в работе для того, чтобы ввести новые санкции. Я думаю, что по большому счету их спровоцировала встреча Трампа с Путиным. Единого рецепта борьбы с влиянием на политику через соцсети ни эксперты, ни сенаторы так и не выработали. Предложения звучали разные. Ввести в школах специальные уроки разоблачения фейков и даже расширить американское вещание в странах СНГ. Главный вывод специалистов – технологии влияния неизбежно будут совершенствоваться. И задача американских политиков – успеть за прогрессом. Андрей Ижов, РТВА, Москва.